привет рад вас видеть на обзоре моего первого рейсмуса от фирмы калибр и так конструктивно этот рейсмус похож на да почти на любой рейсмус не дороже 30 тысяч рублей но если внешне большинство из них хоть как-то отличаются то конкретно вот эту модель можно встретить таких фирмах как спец ставор штурм энергомаш думаю еще несколько найдется а все потому что производство данных станков находится в китае и штампуют их практически без остановки разве что успевают перекрашивать и приклеивать свои наклейки так вот я хотел бы начать с двух самых популярных отзывов о этом станке практически на любом сайте 1 он дешевый это действительно так я купил его за 20 тысяч 290 рублей за такую цену его продают практически все причем неважно в интернете либо в оффлайн магазинах и 2 он работает но пока закадровый голос расскажет о характеристиках этой модели я пожалуй и начну разбирать чтобы показать что она себя представляет изнутри я зачитаю основные характеристики рейсмуса модели pp 2330 160 потребляемая мощность двигателя равна 2000 ватт скорость вращения вала 8000 оборотов в минуту на валу расположены два ножа с односторонней заточкой которые могут строгать заготовку шириной до 330 миллиметров скорость подачи заготовки равна 6 метров в минуту минимальная толщина заготовки 6 миллиметров максимальная 160 миллиметров временной привод строгального вала хоть и закрыт пластиковым кожухом но и под него стружка также попадает с помощью контрагаек на шпильке можно осуществить подстройку параллельности строгального вала и самого основания стола привод валов подачи заготовки цепной и также скрыт пластиковым кожухом кстати нормально снять кожух у меня так и не получилось если знаете как правильно то будьте добры в комментариях обычно говорят что боковые стенки рейсмуса служит как дополнительные ребра жесткости но вот без них я например не чувствую никаких люфтов и все держится достаточно плотно так на любой бюджетной модели рейсмуса на лицевой панели вы скорее всего найдете всего три элемента это быстрый доступ к смене щеток это кнопка сброса от перегрева и магнитный пускатель на котором находится кнопка старт и кнопка стоп а сейчас думаю стоит перейти плюсом и минусом данного станка и начнем мы наверное с плюсов плюсы на самом деле это скорее не плюсы а приятные мелочи вот например в рейсмусе присутствует защита от обратного удара а ее можно не встретить даже и у более дорогих моделей также подающий вал выполнен из металла как по мне это плюс так как срок службы у него будет куда больше чем у вала приемного резиновая накладка у которого со временем может попросту порваться еще один плюс находится в основании а именно металлические конические шестерни за счет которых происходит перемещение строгального вала почему это плюс предыдущих роликах я работал на рейсмусе corvette 21 который брал у соседа в нем стоят пластиковые шестерни на которых я заметил приличный люфт и даже некоторую деформацию пластика от попадания мусора поэтому я считаю что металл в этом случае должен показать себя лучше комплектация рейсмуса минимальная шестигранный ключ рожковый ключ и калибр для установки ножей к сожалению в комплекте не идет пластиковый кожух стружка отвода на его месте установлена железная пластина открутив которую можно добраться до строгального вала для замены ножей конечно ждать чего-то сверх естественного от этого рейсмуса ну прямо скажем не стоит но со своей прямой обязанностью я думаю справляется но балла на 4 может быть так что наверное осталось увидеть его в работе и посмотреть его результат и так первым делом я прогоню через него сосновый брусок шириной приблизительно 10 сантиметров предварительно у него я выровнял одну плоскость на фуганке соответственно прогоним противоположную плоскость поднимаем крышку и можно включать ах да я забыл сказать он очень гром он а это а он Продолжение следует... Итак, результат строгания. Ну, во-первых, это ярко выраженная ступенька на входе и выходе заготовки. И также на протяжении всей заготовки присутствуют продольные риски. Они лучше видны на доске из березы, которую я пустил второй. Как по мне, это не критично, так как от ступеньки есть небольшие столярные хитрости. Если хотите, я расскажу их в отдельном ролике. Ну, а риски продольные легко убираются шлейфмашинкой при дальнейшей обработке. Система ступенька. Стружка отвода очень влияет на качество строгания. Так что в дальнейшем придется что-то колхозить. По этим двум деталям, по сосне и березе, я думаю, уже сразу понятно, какое качество строгания на этом станке. Ну, что таить? Удовлетворительно. Ну что ж, посмотрим, как он будет вести себя в дальнейшем. А на этом ролик подходит к концу. Если я что-то упустил, то обязательно напишите об этом в комментариях. Я обязательно отвечу. Либо затрону эту тему в следующем ролике. А на этом все. Если вам понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И увидимся в следующем ролике. Пока!